Всем привет из Албании! Это мой последний день здесь и я решила вам на фоне такого вот красивого заката, который сейчас не в кадре, потому что слепит и меня будет не видно. Я хотела вас пригласить посмотреть мое видео, это мое первое видео, но я его решила снять, потому что сложно было очень спланировать эту поездку. Процентов на 80 она была спонтанная, потому что информации в интернете мало, она не вся достоверная, поэтому надеюсь вам будет полезно. Это май 2021 года, я пока еще все помню, поэтому с удовольствием отвечу на ваши вопросы, если они у вас появятся. Аэропорт в Тиране небольшой, но очень красивый, он маленький, поэтому от самолета до входа ехать буквально минутки две, садишься в автобус дольше, наверное, чем едешь на нем. Очередь мы прошли минут за 15, были открыты практически все кабинки, сразу за кабинками есть обменник валюты, и есть смысл поменять их, чтобы маршрутки расплачиваться в местной валюте. У выхода вначале встречают туристов, которые приезжают на чартерах, потом по правую сторону идет аренда автомобилей, их парковка, по левую сторону будут находиться такси, стоимость около 20 евро, и между ними примерно находится маршрутка, она помечена как луна, на ней написано Тирана, и вот именно она за 300 лек или 3 евро с человека довезет в город, за двоих берет 5 евро, в местной валюте чуть-чуть выгоднее, и до города ехать примерно минут 30, можно выходить не в конце, а там, где нужно. В Тиране я провела всего одну ночь, поэтому увидела только цену. В принципе, для воскресенья, восьми вечера, достаточно все оживленно, магазины все открыты, все без масок ходят, даже в помещениях, в отстания оперы. Может, днем, конечно, поживее все, но эта музыка еще слышна. Реально, везде стройка. Тут стройка. Тут стройка. Тут реставрация. Тут стройка. Там стройка. Ну, хорошо, что строятся, но плохо, что идут в такой стиль, который не очень вяжется со всеми остальными зданиями, потому что они низкие, аккуратные, а это очередные небоскребы. Такой достаточно уютный парк, недалеко от центра. Тут какое-то написано казино, но вряд ли прям казино, там какие-то кафешки, видимо. Тут детская площадка большая, прям на траве люди отдыхают. 4.30 утра. Трансфер из Тираны на озеро Камани отправляется достаточно рано. В 4.45 сказали быть на точке отправления, поэтому отель я искала поблизости, чтобы было недалеко идти. Тут 9 минуток и на месте. Там будет ждать какой-то брендированный микроавтобус, как мне рассказала девочка, с которой я переписывалась побольше и в WhatsApp. Вот, сейчас придем на место, посмотрим, что там нас ждет. Где-то на этой заправке меня должен ждать трансфер, пока никого не видно. Не думаю, что эти все люди едут туда же, но посмотрим. Подошел водитель, сказал следовать за ним, автобус был через дорогу у отеля какого-то. Через 3 часа мы доехали до парома. Вначале грузят всякий транспорт, потом заходят пассажиры. Есть отдельная для них кабинка, то есть если что, то будет не холодно. Стоимость трансфера из Тираны составила 1200 лек, или можно было заплатить 10 евро. В лек получается чуть-чуть меньше. Стоимость одной поездки на пароме составляет 800 лек. Вообще, изначально я собиралась на экскурсию полного дня, но оказалось, что туда плыть всего 30 минут на пароме, а после 3 часов в маршрутке как-то было обидно всего лишь полчаса наблюдать эту всякую красоту. Да, и попутчики надоумели меня посетить национальный парк Долина Вальбоны, поэтому я плыву туда. По расписанию это должно занять около 3 часов, но мы походу вкладываемся в 2 часа, и еще потом час после парома нужно ехать по серпантину вверх. Мы решили ехать в самый конец Долины. Тут заканчивается асфальт, но тут невероятно красиво. Заселились в прекрасное место. Тут шикарный вид. Заснеженные горы, коробки, одуванчики. Там ресторанчик. И тут вот такой вот домик двухэтажный. Цена на букинге была 40 евро. Сторговались за 20 плюс 5 завтраки. Вот шикарный, конечно, здесь вид. Практически конец Долины. Такая вот местность классная. Прямо у входа в этот большой дом плавает вот эта рыбка. Есть фонтанчики питьевой воды. И эту рыбу можно заказать себе на обед или на ужин. Стоимость 8 евро. Подается с картошкой и овощами. Долина Вальбона в мае, конечно, абсолютно потрясающее место, потому что на деревьях уже цветут, распускаются цветочки, уже вся трава в одуванчиках, а в горах еще лежит снег. И такой отразительный контраст, когда ты ходишь сам уже вроде как раздетый, потому что температура воздуха 14-20 градусов. А сверху еще снег. И говорят, там еще его толщина где-то метров 5-6, потому что все трекинги закрыты, никуда идти нельзя. Хотя отсюда ходят даже до Косова пешком, потому что там вроде как всего лишь 8 километров. Здесь вот река еще не сильно полноводная. Дальше она уже начинается такая прям с порогами, много воды, она что-то ревет, шумит, везде очень много водопадов, абсолютно красивейшая природа, зелень. Конечно, немножко печалит количество мусора, потому что он есть, это пластик, это пакеты какие-то грязные. Но его не критически много, потому что, наверное, и людей здесь не очень много, хотя есть и кемпинги, есть и гестхаусы. То есть есть где остановиться и на своем автомобиле, если приехать, и на своем, если домике на колесах приехать, можно и на маршрутке добраться. В принципе, место не скажет, что прям легко к нему добираться, потому что от тирана эта дорога заняла примерно 7 часов. Но достаточно добраться сюда реально, и оно того стоит, потому что контраст поразительный, и мало, наверное, где можно такие места увидеть, чтобы и весна, и горы, и снег, и реки, и на пароме покататься. Особенно удивляет, что с одной стороны горы укрыты снегом, а с другой стороны просто лесом. Ну, понятно, что разная высота, но ты же, когда на это смотришь, ты же не думаешь о том, какая там высота, ты же думаешь, вау, снег. А вот такие у них линии электропередач. 2021 год. Наверное, когда весь снег тает, наверное, здесь все укрыто водой, потому что, ну, откуда-то же нанесло эти камни. Явно не наносные, потому что ходить по ним тяжело. Они разного размера, то есть, скорее всего, река вот так вот и притащила в госку ководы. А, это туристический центр, то есть тут даже можно что-то у них узнать. Прикольно, но все закрыто пока. Как картиночка. Такие тут классные гестхаусы. И тут не обошлось без бункеров. Сразу три в одном месте. А рядом вот такой дом сливается с пейзажем, похож на гору. Вот вся суть бункеров. И снести нельзя, и он, конечно, абсолютно ни к чему возле такого классного дома. И использовать не используешь, и убрать не убрать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Заброшенная местность. Дверь на замке, но внутри можно посмотреть. Ничего тут нет. Такой маленький домик. Тут замок. Так красиво. Время ехать дальше, поэтому снова паром, снова красивые пейзажи, а дальше трансфер в Шкодер. Вот так выглядит паром внутри. Тут есть раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 6.42 посадочных места. Есть карта. Телевизор ни разу не включали. И в конце есть бар. Можно купить кофе, чипсы, пиво, кока-колу. Вообще по расписанию мы должны были плыть 3 часа, но что в одну сторону, что во вторую. Дорога заняла 2 часа и примерно на 20-30 минут мы опаздывали. То есть выходили от паромной станции и позже. Но, соответственно, приплываем тоже раньше, потому что плывем не так долго, как должны. На обратном пути трансфер до парома обошелся в 700 лек, паром 800 лек, трансфер в Шкодер 700 лек и до Тирана еще 300 лек. Поскольку обратный трансфер только до Шкодера, то тут я попросила водителя остановиться, где автобусы в Тирану. И тут получается какой-то есть круг, вот такой зодиак, какой-то, наверное, торговый или бизнес-центр, театр. И вот там отостанавливаются автобусы. Так, тут действительно есть маршрутка. Рядом расписание автобусов, но вообще не совпадает с тем, что мне сказал водитель, потому что он сказал, что мы отправляемся в 5.45, а тут вообще последний в 5. Скорее всего, тут ходит какой-то рейсовый автобус, а это вот такая маршруточка, наверное, частники. Попытка номер 2. Я снова на автовокзале в Тиране. Вчера вечером не удалось уехать в Саранду, потому что у них, оказывается, из-за короны сейчас нет ночных рейсов. Первый рейс должен был в 5.30 утра. Более-менее по времени мне подходило, потому что где-то к 12 к часу я бы уже была в Саранде, но я нашла номер телефона, куда можно было ватсап написать. Я написала, действительно ли есть рейс в 5.30. Мне никто не ответил. Я позвонила, сказали, что первый рейс в 7.30. Английского никто не знает, поэтому, знаете, это как бы разговор слепого и немого, но, в принципе, удалось понять. В 7.30 мне не подходило, поэтому пришлось поменять свои планы. Я сейчас еду в Авлёру. В Авлёру ехать около 3 часов и оттуда уже примерно 3 часа в Саранду, то есть одну ночь останусь в Авлёре, а завтра поеду в Саранду. На вокзале утром намного, конечно, более оживленно, и сейчас почти 9 утра, очень много автобусов, тебе тут ходят, сразу показывают, куда тебе, спрашивают, куда тебе, провожают к своему автобусу, сразу называют цену, называют время выезда, то есть, в принципе, сориентироваться легко и лучше действительно это делать на месте и по возможности по телефону, потому что расписание в интернете, даже на сайте жирафа.дотком абсолютно получается неправильное. Может, во время карантина всё было бы по-другому, но сейчас ситуация печальная и планировать заранее, лучше не планировать, лучше уже на месте приходить и точно узнавать. По поводу локации. Этот терминал я отмечу в комментариях к видео, но лучше уточняйте у водителя автобуса, например, когда будете ехать из аэропорта, ему можно сказать, что мне нужен терминал в Саранду, в Вавлёру, в Дурре, сего он вам скажет, откуда лучше отправляться, себе там поставите отметочку на карте и уже, чтобы точно будете знать, потому что говорят, что периодически эти станции меняются и если сегодня она здесь, то через полгода уже может быть в другом месте, лучше спрашивать у местных. Дорога из Тираны в Вавлёру на маршрутке занимает примерно 3 часа, стоимость проезда 300 лек, то есть примерно 3 доллара по сегодняшнему курсу. В Вавлёре можно арендовать велосипед, это не так популярно, поэтому вот сохраняйте локацию возле отеля Росси, вот такие у них стоят велосипеды, велосипеды, конечно, достаточно покоцанные, есть номер телефона, куда можно позвонить, может заранее запланировать, стоит 150 лек в час, это примерно полтора доллара в час, не знаю, что попросят за залог, тут и машинки, если что, можно арендовать. В первую очередь я решила съездить в монастырь на острове, который находится недалеко от Флёры, но не могла проехать мимо пляжа, он получается находится не в пределах центральной набережной, а так вот уже практически на выезде из города, достаточно грязноватый песок, но море красивое. Так, тут у нас пляж Ольбир, туда какой-то пляж идет Бова пляж, но, честно говоря, на велике страшно ехать, давайте этот посмотрим. Детская площадка, места для машин достаточно, там зонтики виднеются. По дороге к острову очень много самых разных пляжей, есть указатели, прямо на деревьях, на столбах, там есть кафешки, ресторанчики, некоторые предлагают остановиться, есть лежаки, шезлонги, понятно, что сейчас это все только подготавливается, убирается, ремонтируется, чистится песок, но в сезон должно быть все классно. Большая часть дороги пролегает через лес, практически все время ты едешь по трассе, нечего особо посмотреть, единственное, что разные указатели на пляжи, кафешки, ресторанчики, в целом можно доехать где-то минут за 40, за 50, потом ты поворачиваешь уже в сторону воды, получается, проезжаешь такой небольшой населенный пункт, выезжаешь на финишную прямую и подъезжаешь уже непосредственно к этому красивому мостику, на котором фоткаются, как правило, молодожены. Длина моста 270 метров, да, и сам остров не очень большой, примерно там 430 на 300 метров, но большая часть укрыта лесом. Сам монастырь занимает не очень много места, на его территории нельзя ничего снимать и могут попросить прикрыть оголенные участки тела, если они есть, поскольку монастырь мужской. На выезде из города находятся прям несколько таких бедных-бедных домов, похожих на трущобы, и что очень странно, что буквально за ними находится море, а рядом с ними крутые какие-то уже отели, дома. А еще в Авлёре очень классная набережная, она длинная, с широкими пляжами, с высокими пальмами, чуточку похоже даже на Бразилию. Тут много разных кафешек, баров, ресторанов, есть спортивные площадки, поэтому, в принципе, и днем, и вечером можно найти какое-то для себя развлечение. Если ехать в город не только из-за пляжей, то есть смысл селиться как раз-таки недалеко от этой набережной, потому что там тусня есть постоянно. Итак, сдала я свой велосипед, хотела подвести итоги на фоне заката, но тут не видно заката, закат можно было посмотреть там, где монастырь, но там весь день сидеть мне не захотелось, поэтому я каталась, сравнивала песчаные и галечные пляжи. Что хочу сказать, во-первых, о пляжах действительно галечные намного круче, потому что там вода чище, песок тут какой-то такой сероватый, вода мутная, а на велосипеде можно, конечно, уехать подальше, уже в левую сторону получается по набережной, если ехать, там такие начинаются пляжи уже с красивой прозрачной водой. Вот, по поводу велосипеда, самое классное, это первое, что я не оставляла никакой залог, ни паспорт, ни деньги, потому что люди пишут, что иногда просят паспорт, но на самом деле это было единственное место, где я нашла аренду велосипеда, и то по совету местных, и по совету в отеле. Также подходила еще в одну точку, там где велосипеды продают, но они тоже меня отправили именно вот в это вот арендное место, это недалеко от Луна Парка. По поводу стоимости, стоимость я заплатила 9 тысячу 50 лек за 7 часов, это примерно 10 долларов, 150 лек в час, в принципе, за 7 часов удовольствие, отличная цена, и плюс, что без залога. Велосипед подобрали хороший, хотя там стояли все-таки достаточно пошарпанные, вот, но этот мне понравился, ездил хорошо, справился, проехали мы примерно, наверное, километров 30-35 за день, вообще никаких нареканий, при проверке, когда я сдавала его назад, никто ничего не проверял, просто сказали, до побачья дня, они тут немножко, наверное, знают каких-то пару слов на русском и украинском, но было приятно. И пару слов о своем впечатлении, там где есть велосипедные дорожки, там где есть какие-то тротуары, там еще более-менее можно ездить нормально, там где приходится ехать по проезжей части, там, конечно, полный трэш, потому что водители албанцы ужасные, они не включают повороты, они тебя подрезают, они просто могут остановиться, никого не предупредив, надо объезжать, объезжает встречка, подрезают, ну, то есть достаточно нервно, и после этого хочется какой-то бокальчик просека, поэтому, или выбирайте такие места, где есть велосипедная дорожка, а это набережная, центральная, самое красивое место, или будьте к тому, что придется немножко понервничать. автовокзал в Авлёре работает по тому же принципу, что и в Тиране, просто стоят маршрутки, на которых написано направление. Находится эта точка возле вот такого туристического центра, где можно спросить расписание и стоимость билетов. Рядом тут памятник, также вот там вот есть развалины из старого замка, в котором стоит рядом указатель, есть какой-то фонтан, но сейчас он не рабочий, то есть такая вот большая площадь, найти не сложно, потому что эта точка отмечена даже на карте, как автовокзал в Тирану, в Саранду, стоимость, сказали, в Саранду 10 евро, первый автобус уезжает в 10 утра, но еще 10 утра нет, сейчас проверим, потому что стоимость 10 евро достаточно удивительная, из Тирана сюда я доехала за 500 лет всего лишь. Какая-то странная ситуация с этими автобусами в Саранду, уже несколько раз перенесли расписание, вчера вечером сказали в 10, сегодня тот же мужчина сказал в 11, другие водители сказали в 12, приехала маршрутка, на которой написано Саранда, водитель вообще сказал, что будет отправляться в час, поэтому решила узнать об аренде автомобиля, недалеко автостанции есть какая-то премиум аренда, там прям у них подземный паркинг, крутые тачки стоят, предложили BMW гибрид за 300 евро на 3 дня, можно было сторговаться до 250, но даже на такси будет дешевле, потому что такси в одну сторону стоит 100 евро, сюда 250, плюс топливо, плюс непонятно будет ли там, где ее оставить, плюс непонятная дорога, в общем-то надо что-то подешевле. Нашла другую, местная какая-то станция, там не надо оставлять ни депозита, ни кредитная карта, 85 евро за 3 дня, с учетом того, что попросили оставить скидку на Google, ой, скидку, оставить отзыв на Google картах, то есть и так было бы чуть-чуть дороже. Сейчас посмотрим, обещают, что расход будет 10 евро на 100 километров, верится с трудом, потому что машина огромная, ну посмотрим, как она будет, если что, то автостанция вот у меня с одной стороны, с другой стороны вот такая вот мечеть, между ними площадь большая, где вот и скамеечки можно посидеть, в принципе, это центральная улица, то есть найти в облере автостанцию не сложно, с нее же будет отправляться автобус обратно в Тирану, но в Саранду достаточно проблемно уехать. Вот такую Audi на 3 дня мне предложили за 85 евро, это дизель, трехлитровая, полный автомат. По ощущениям, после смарта, конечно, водить Audi A6 сложно, из-за того, что очень разные габариты, но и, конечно, в Украине я не езжу по серпантинам, тем более, тут не просто серпантин вот такой, ну и тут серпантин вверх-вниз, вверх-вниз, и очень сильно еще огорчает расход топлива, потому что у смарта он у меня 4 литра, тут у меня показывало 14,5 на подъеме, сейчас уже спустились, показывает 13,3 дизеля, но это, конечно, немало после 4 литров, и бензин тут, топливо вообще дорогое, примерно где-то полтора доллара за литр, немножко напряжно, но в целом ты быстро свыкаешься, машин не очень много, и даже если там где-то боишься разогнаться, то едь себе 30 километров, сильно никто не будет тебе сигналить, да и в принципе у них не заведено сигналить, они просто постараются тебя обогнать при первой же возможности, вот так в принципе дорога занимает 70 километров примерно 2 часа, если нигде не останавливаться, наверху температура падает до 10 градусов, внизу сейчас показывает 20, в принципе наверху достаточно прохладно, вот, но красивый вид, большую часть дороги у тебя по правую сторону море, по левую сторону горы, поэтому оно, наверное, того стоит, потому что это такое удовольствие, и в принципе за экскурсию ты заплатил примерно те же деньги бы, но так ты сам себе хозяин, где хочешь останавливаешь, сейчас мы на высоте 370 метров, судя по всему, тут даже есть светлофор, там вот, хрен, расход сейчас 13,3, максимальный был 14,6, когда поднимались вверх, сейчас уже спускаемся вниз, температура наверху была 10 градусов, сейчас 19,5, поднимались вверх, интересно, зачем тут красный свет, такой типа пешеходный переход, людей не видно, и куда переходить дорогу в стену, дорога, конечно, а, может это типа как реверсивное движение, там сейчас внизу стоят те, кто хотят приехать в эту сторону, да, тут тоже светлофорный, под конец удалось разогнаться до 70 километров в час относительно по прямой дороге, и вот расход снизился до 12 литров, конечно, много, но не 14,5, уже это радует, приехала в Саранту, тут, конечно, какая-то жесть с парковкой, вообще негде оставить машину, решила не останавливаться здесь на ночь, еду в Ксамиль, в Албании, что у них, где нет лежачих полицейских нормальных, просто так вот натягивают канаты, и когда по ним едешь, ты нормально так ощущаешь, будто такой хороший лежачий полицейский, ура, наконец-то Ксамиль, тут много самых разных отелей, есть такого плана гестхаусы, там, где можно снять, или просто комнатку, или прям апартаменты с кухней, сразу на въезде есть место, где вот останавливаются такие бусики, кстати, узнавала, аренда стоит около 8-10 тысяч на 5 недель, тут есть вот такая мечеть, так, есть и обычная церковь, только тут детки играют в футбол, здесь такой прикольный магазин, там, где все для дома, здесь вот такая школа, выглядит уютно, супермаркеты, просто точки по продаже овощей и фруктов, потому почему-то они всегда на улице, даже если относятся к супермаркету, фастфуд, рестораны, детский луна-парк, ангелс-гарден, а в правую сторону от пляжа Пипода, от отеля, есть вот такая вот прикольная набережная, она очень длинная, она получается идет по низу всего Ксамиля, и она идет вдоль моря, и еще тут есть фонари, вечером, наверное, должно быть вообще красиво, но смотрю, лампочки есть не в каждом фонаре, но зато вид классный, и острова видны, и вначале там тоже были барчики, были разные кафешки с лежаками, а тут под конец просто так вот прикольное прогулочное место, странно, что сверху еще не застроено, есть только несколько каких-то развалин, мне кажется, тут скоро тоже будут всякие отели, потому что вид прекрасный, и земля тут явно дороже неба, есть магазинчики со всякой пляжной атрибутикой, есть автомойка, так вот пишется лаважа, есть аренда автомобилей, есть барбершопы, заправки, а еще тут много смартов, и очень много цветов, прям в горшках, везде, на изгороди, пока еще фонари не горят, но с этой набережной действительно очень классный вид на закат, ничего не закрывает, ни острова, ни горы, но зато по бокам видно все, еще тут везде пасутся козы, овцы и коровы, и у них на шеях колокольчики, поэтому даже если их не видно, то их очень хорошо слышно, благодаря этому постоянному такому нежному звучанию. Ну что, я приехала в Ксамиль, хотя я вначале хотела остаться в Саранде, но мне там вообще не понравилось, машину было припарковать негде, пляжей меньше, людей много, Ксамиль абсолютно пустой, сейчас все лежаки пустые, все пляжи пустые, но к сожалению на этих пляжах не очень комфортно сейчас находиться, потому что ветер 32 км в час, волны сумасшедшие, там где песочные пляжи, там вообще очень нюхная вода, там где галичные, там-то еще как-то более-менее. За счет того, что сейчас не сезон, сейчас конец мая, то цены на букинге практически все со скидками, ну может быть это, но мне так повезло, потому что у меня еще джинью скидка, ну я нашла одно жилье за 15 евро с завтраками, отель полностью пустой, тоже вид на море есть, но отель это не первая линия, это будет не то, что ты прям с балкона вышел, у тебя сразу море, но в целом в отеле ты как бы и не находишься. На букинге отель стоит 15 евро, но я не бронировала, потому что нужно было указывать банковскую карту, я просто приехала к ним, спросила, есть ли у вас жилье, она сказала, такая окей, ты не букина, не делала резервирование на букинге, поэтому я сделаю скидку, все как бы сошлись на 14 евро, хотя я была согласна и на 15. Хозяйка очень приветливая, есть горячая вода в номере, большая кровать, хороший вид, в принципе за 14 евро идеальная цена, в Амблюре цены возле моря стартовали от 40 евро, в Саранде примерно за 20 можно было что-то арендовать, таких низких цен нигде в принципе не было. Покушать, покушать тут можно за 2 доллара, это что-то наподобие шаурмы, там 400, 500, 600, это уже какая-то паста, вот и морепродукты уже где-то там 800 тысяч, морепродукты и рыбка. В Саранде я покушала суп за 200 лек, это 2 доллара, и за 600 лек, такую большую тарелку какой-то рыбки, но было много гостей, поэтому не прям было большое удовольствие ее кушать. Рыбка небольшая, похоже она каких-то на ошибках, может быть и по бычкам, по размеру, но по форме немножко другая. По поводу пляжей, пляжи все в лежаках, практически диких найти не удалось, может они сейчас дикие, потому что лежаки еще не повыносили, остальные там где есть кафешки, там ты если заказываешь какую-то еду, можешь занять лежак бесплатно, если ты просто хочешь прилечь рядом с полотенцем, я так понимаю в сезон будут проблемы, да и сейчас, если там у них 5 человек персонала, а ты пришел один на пляж, ты захочешь лечь на свой полотенчик, то у тебя вряд ли что-то получится, потому что над тобой постоянно будет кто-то ходить и к тебе приставать. Не скажу, что они сильно назойливые, но они себя активно распаливают, у нас лучшая еда, у нас лучшие лежаки, у нас шикарный вид, приходите к нам, ну понятно, людей нет, им нужно к себе активно зазывать, это не назойливо, но в целом как бы об уединении речи не идет, хотя в принципе город весь пустой. По правую сторону от центра, получается это еще перед въездом в город, тут галечные пляжи, тут сейчас более-менее вода красивая, но все равно волны сильные, купаться невозможно. Если идти от центра вниз спускаться, там сразу идут пляжи трехостровов, они такой как бы в бухте находятся, по кругу есть ее пройти, то они примерно более-менее однотипные. Есть в одно место, в котором можно спрятаться от волн, но все равно там песочные пляжи, вода мутная, она не такая красивая, как должна быть, не такая красивая, как на картинках, которые сюда всех манят своими албанскими Мальдивами, но в целом там круто встречать закаты, там их видно. Вот остров Порфу тоже оттуда видно, за тремя островами находится еще. По поводу супермаркетов, супермаркеты есть, супермаркеты большие, и даже можно расплатиться картой, независимо от структуры, потому что в Саранди мне сказали, что картой можно расплатиться от 1000 лек, это примерно 10 долларов, ну, когда покупаешь просто водичку, естественно, на 1000 лек ты ничего набирать не будешь. Вот, в остальных местах это был Спар в Авлёре, там тоже от любой суммы можно было расплатиться банковской картой, странно, почему в Саранде такие условия, наверное, все-таки сильно они не любят банковские карты. Вот, Саранда и Ксамил, тут практически все, с кем я общалась, разговаривают на английском языке. Да, он не идеальный, но хотя бы ты можешь изъясниться, тебя поймут, ты понимаешь, потому что чему-то даже в Авлёре с этим были проблемы, хотя там город, ну, прям реально туристический. Вот, поднималась на обзорную площадку видовую, она без хорошей такой дороги проходимой, если захотите повторить мой опыт, не повторяйте, потому что там, во-первых, смотреть нечего, а во-вторых, полностью можно истарапать все, что можно. Вот, сегодня пойду изучать крепость, и, возможно, еще посмотрю, там какие-то есть красивые озера должны быть, потому что на пляже особо не полежишь. На выезде из Ксамиль начинается национальный парк Путринт, и вот такой вот классный указатель, необычная табличка, камень, такая надпись под старину. Я решила прогуляться пешком, потому что мне не очень хочется везти мою огромную машину, но тут вроде как идти всего лишь 30 минут, и я иду не в сам национальный, именно вот этот вот музей, а решила сходить вначале на обзорную какую-то площадку. Вроде должен быть красивый вид, потому что с одной стороны будет море, там напротив Греция, Корфуоостровидно, и слева будет, по идее, вот этот вот заповедник. Сейчас поднимусь, посмотрим, действительно ли там так красиво. Вот такой вот красивый вид по правую сторону. Дорога не сильно широкая, и тоже тут присутствует небольшой серпантин. По левую сторону просто деревья, и пасутся овцы и коровки. Привет! Здесь такая очень организованная обзорная площадка с парковкой, мусорными баками и скамеечками мечтой интровертов. Тут, наверное, какой-то залив его. Тут вот такой вот обзорный мостик. Ну, вот если бы не это дерево, было бы красиво. Честно говоря, от обзорной площадки ожидаю, что она будет, конечно, чуть повыше, но в целом тоже красивое место. Интересно, насколько разливается море сюда. Там в море виднеются развалины какого-то замка. На карте написано Али Паша. Вот, прям к нему подойти нельзя, судя по всему, только в плавь. Но туда можно дойти напротив него и посмотреть поближе. Сейчас пройдусь, надо 25 минут идти. Такой тут подъемчик вверх, но перепад высоты на карте показывает всего лишь 50 метров. Так, подъемчик. Это был неверный путь. Теперь надо спуститься на другую дорогу. По ней вроде даже можно на автомобиле ездить. А то был такой небольшой тупичок. Там еще даже, судя по всему, иногда делают пикники. Так, вот такая дорога. В принципе, можно проехать и на автомобиле. И по ней надо идти до конца. Напротив этого замка Али Паша. Она примерно и заканчивается. Тут вид поинтересней, конечно. Замок видно. Тут и море намного лучше видно. Хотя от обзорной площадки нужно пройти буквально 10 минут. А чтобы дойти до замка, сейчас нужно будет обойти всю воду по правой стороне. Тут серпантин. Как он уже надоел. Уже можно было дойти 100 раз. Я уже почти дошла. В самом низу дорога идет практически в уровень с водой. Поэтому есть возможность насладиться этим красивейшим цветом. И тут бункеры практически в воде стоят. Даже указатель есть. Какие-то развалины. Людей не видно. Ну, замок-то, я так понимаю, через воду. А тут что? Может, там был замок, а тут жили просто люди? Так не похоже. Интересно, сверху мох, но он уже полностью высох. А нет, это не мох. Так, еще один бункер. Ну, и вот замок, собственно говоря. Кто-то живет. Даже петухов слышно. Тоже местечко для интровертов. Конечно, очень красивое место. Вода такая гладкая, волн нет. Но вот это вот все очень сильно смущает, потому что от бункеров как-то не веет позитивом. Давно их пора убрать. Пару моментов по поводу пляжей в Самиле. Они действительно идеальны, когда нет волн, когда нет ветра. Но, что прикольно по поводу ветра, что поскольку Самил сделан такой вроде в форме подковы, то всегда можно найти место, которое будет безветренное. Даже если в море есть волны, все равно можно спрятаться где-то на берегу и комфортно провести время. По поводу пляжей. Мой совет, обязательно брать с собой аквашузы, потому что заходить в воду, там легалька, достаточно больно, это первый момент. Не обязательно тащить с собой какие-то полотенца, покрывало, потому что тут все равно все пляжи в лежаках, которые для того, чтобы там расположиться, нужно что-то заказать в кафешке, в которой принадлежат эти лежаки. То есть как бы не сама аренда, но вроде как что-то покупаешь покушать и можешь спокойно занимать на весь день лежак. Второй момент, нужно брать что-то с собой надувное, интересное, потому что волн нет, можно классно весь день плавать на матрасах, на каких-то надувных пламинго, например, или же, если этого нет, все можно купить на месте. Также тут можно арендовать катамаран стоимость 10 долларов в час и на этом же катамаране тоже можно сплавать на эти три острова, которые находятся, получается, между Уксамилем и Грецией. По поводу покушать, ну покушать по-любому есть, потому что в принципе вся береговая линия, это кафешки, рестораны, которые предлагают и жилье, и лежаки. Кстати, это не песок, а очень мелкая-мелкая галька, поэтому по ней больно ходить даже на вот таких вот, казалось бы, беленьких и песчаных пляжах, поэтому аквашузы прям мастхел. Так происходит подготовка к сезону. Сейчас устанавливают зонты. Вскоре вот это все будет уставлено зонтами. Уже на берегу напротив уже все сделано. Вот крышечки их. Вот сейчас двое мужчин расставляют нижнюю часть и трубы. Конечно, поближе к воде есть свободное место, но там явно люди просто будут стоять, валяться, так что полежать будет негде без лежака. Достаточно все плотно. Итак, Албания. Албания очень сочная, вкусная, яркая, красивая, красочная. И что немаловажно, в конце мая она еще пустая. Даже несмотря на пандемию, я думаю, летом здесь очень много людей, потому что сюда не требуется тест. Тут высокий уровень безопасности, мало заболевших, поэтому явно сюда будет приезжать много туристов. Кого я видела из приезжих? Из приезжих, те, кто путешествуют сами по себе, это были в основном европейцы, американцы. Те, кто приезжают турами, это в основном украинцы и белорусы, потому что у них есть прямые чартеры, то есть здесь пересадок из России. Насколько мне известно, прямых рейсов нет. Есть пересадка и в Турции, точно знаю, и в Вене. Но немножко они неудобные, потому что пересадки достаточно длительные. Все самолеты прилетают в Тирану, а в Тирану нужно потом добираться дальше, как я советую делать. Если вы планируете посмотреть прям много всего, то лучше сразу же в аэропорту в Тиране брать в аренду автомобиль, потому что автобусы очень сложно организоваться с ними, они постоянно меняют свое расписание. И вроде бы даже вот ты пришел на вокзал, спросила, во сколько же будет автобус, тебе говорят завтра первые 5.30 утра, ты звонишь по номеру телефона, который указан там же на вокзале, тебе говорят в 7.30 утра. Или, например, у меня была ситуация во Волёре, когда мне вечером сказали, что автобус в Саранду в 10 утра, я пришла туда, водители другого автобуса сказали, что в 12. Снова пришел тот мужчина, который вечером сказал, что будет в 10. Утром он уже сказал, что в 11. Когда около 11 я снова пришла на этот вокзал, водитель, который ехал в Саранду, то есть у него на автобусе было написано это направление, сказал, что будет направление в час. Получается, полностью день пропадает, потому что ехать еще плюс 3 часа, то есть абсолютно никакого смысла не было вот этому вот делить маршрут на две части, потому что я думала, я приеду рано утром в Волёру, погуляю день и рано утром в следующем уеду в Саранду. У меня этого сделать не получилось, можно было смело ехать в Саранду, или же как-то подстраивается так, чтобы выезжать из Тираны в 4 часа вечера, вроде как последний автобус. Но, в принципе, если цените свое время, если его мало, у меня было всего 8 дней, то лучше избегать автобусов, или может, когда начнется сезон, будет все с ними получше. Вот так мне пришлось арендовать автомобиль. Цена на автомобиль была достаточно привлекательная, но сам автомобиль мне не очень понравился, потому что это Audi A6, для меня она огромная, и расход 14,5 литров, конечно, дизеля, при том, что стоимость дизеля примерно 1,5 доллара, здесь немножко накладная, но, с другой стороны, я хотя бы попала туда, куда хотела попасть. Что я хочу сказать? Ксамиль. Ксамиль есть все для того, чтобы здесь жить, но тут очень мало всяких развлечений, поэтому, если вам нужна какая-то ночная жизнь, ночные набережные, клубы, бары, то лучше за этим ехать или в Саранду, или все-таки в Амлеру. В Амлеру, если ехать, то там лучше останавливаться, если рядом хочется, возле хорошего пляжа, то уже в ту сторону, которая идет в Саранду. Это не в центре, потому что в центре там пляжи песочные, они достаточно грязные. Если уже туда больше, там где начинаются галечные пляжи, там уже более-менее. Вода, то есть, ну, как бы сам по себе пляж не грязный, но за счет того, что песок он серый, то вода получается мутного, такого некрасивого, такого красноватого оттенка. Взять, например, Ксамил, то тут песочек навозной, белый, и получается, что даже вот, когда вроде волны поднимают эту всю взвесь вверх, да, то все равно он получается такой, более молочный оттенок, это и он не выглядит грязным, а осталека смотрится вообще как такой весельный, красивейший цвет. Вот. По поводу долины Вальдора. Туда по-любому нужно ехать, и желательно вот ехать в такое время, когда еще снег не до конца растаял, но думаю, летом там тоже очень классно. Делать больше там, чем 2-3 дня в принципе нечего, но если хочется подняться в горы, там есть много всяких треков, то есть на счет этого можно пролить свое нахождение там. Если же просто вот так вот полюбоваться природой, да, то в целом как бы 2-3 дня достаточно, потому что долина сама по себе является просто такая вот дорога, ты вдоль нее ходишь и в принципе смотришь вокруг горы и все. Ну, вверх можно подняться, дойти и до Косова, и до Черногории, там есть перевалы какие-то, в принципе за день можно дойти и пересечь границу. По поводу пляжей. К самим липла пляжи, они все бесплатные, но они все полностью в шезлонгах, и шезлонги принадлежат тому бару, который находится рядом. Если ты что-то в этом баре заказываешь, там или напиток, или покушать, то ты можешь спокойно занимать шезлонг. Кизонт, он твой на весь день. Если же ты хочешь просто там разместиться на полотенчике, то не везде это получится, потому что попросту не везде есть место, потому что шезлонги стоят достаточно плотно, людей много, я так понимаю, в сезон тут вообще очень много всех, вот, поэтому в воде катамараны, ну, если удастся найти какой-то укромный уголок, то будет классно, но настолько все расстраивается, что, наверное, думаю, в сезон, да когда-нибудь пандемии, тут будет людей, конечно, немерено. Многие советуют ехать туда за Саранду, например, в Порщу, в Дерми, там вроде как людей поменьше, пляжей побольше, поэтому сюда можно тоже приехать на пару дней, посмотреть на Балканские Мальдивы, и поехать дальше спокойно отдыхать на красивых тоже пляжах, потому что от Лёры и Доктамиль это все равно ривьера. Возвращаюсь во Лёру, чтобы сдать автомобиль и ехать дальше в Тирану, обратная дорога из Самиля, кстати, намного проще, потому что самые сложные повороты на серпантине были с этой стороны перевала, и получается, если в прошлый раз я поднималась, ехала вверх, то в этот раз я по ним спускалась, поэтому расход, соответственно, у меня был намного ниже, больше 10,5 не поднимался, но даже примерно был все время между 9,5 и 10,2. Вот, но приключилось другое, сегодня утром я заметила, что под капотом немножко капает масло, не сильно много, если учесть, что машина стояла 3 дня, то лужица там была не прям большая, 6 утра, естественно, мне никто не ответил, там, где я брала машину на прокат, я им скинула фотографии, спросила, можно мне ехать или нельзя, хозяйка сказала, купить масло и долей, но я думаю, если там вылилось 50 грамм, я сейчас куплю литр, нафигачу тоже, чтобы не сделать хуже, решила уже ехать, сейчас осталось 20 километров, доеду, посмотрим, что он мне скажет, потому что согласно условиям договора, который, кстати, был на албанском, он не переводил толком, я как бы и не знаю, что там написано, он сказал, все, что поломала не ты, ты за это не платишь, платишь только в том случае, если ты там плохой водитель, или может ты там набухалась, например, и распила мне машину, то, естественно, это не моя вина, будешь платить ты, но если что-то приключилось с машины не по твоей вине, или, например, кто-то к тебе въехал, то даже все проблемы с полицией будет решать он, посмотрим, что он скажет по поводу этого масла. Сдала свою машинку, никаких проблем по поводу масла не было, были проблемы с тем, чтобы мне вернули сдачу, потому что стоимость аренды была 85 евро, я заплатила 100, соответственно, 15 евро они мне сказали, мы вернем позже, но того, с кем я договаривалась, не было, остальные все меня не понимали, был один мужчина, который пытался из итальянского переводить на английский, и, соответственно, обратно с помощью переводчика, но это сложно у него получалось, в итоге он начал мне почему-то давать 85 евро, и сказал, я бери, а то я сейчас уеду, я сказала, да мне надо только 15, 15 не было, в общем-то, удалось связаться с тем, у кого я брала деньги, он сказал, буду через час, я сказала, мне надо сейчас, короче, созвонились, отдали мне в леках по курсу, ну, почти полную сумму, ну, хоть что-то, вот, сейчас приехала на автостанцию, жду свой автобус, и, кстати, совет по поводу того, кто, когда будете ездить на автобусах, учитывайте, что они не всегда придерживаются расписания, то есть, даже если мне сказали, что автобус будет там в 11.30, но даже сам же водитель сказал, тут же добавил, сказал, оно может быть раньше, и, соответственно, с Тираном, мы когда выезжали, мы тоже выехали на 20 минут раньше, чем он говорил изначально, поэтому, даже если вы там оставили свои вещи в маршрутке, стойте лучше недалеко, чтобы они не уехали без вас, или, например, если там знаете, что в 10.30 должна быть маршрутка, лучше придите раньше, израиль, желательно где-то минуток на 30, на 20, потому что, может уехать без вас, и следующую ждать непонятно сколько, потому что, ездят как хотят, нахожусь сейчас возле почты, кстати, очень похоже на украинскую, либо цветовой гамме, и по, и по логотипу, в принципе, можно, если что, отправлять открытки, таких отделений, тут очень много, так, вот моя маршрутка в Тирану, тоже возле этого памятника, стоимость 500 лек, тут рядом с автобусом, есть небольшой парк, много-много скамеечек, естественно, все, что в тени уже занято, но что интересно, тут на улицах только мужчины, неважно какого возраста, ну в кафешках, на лавочках сидят только мужчины, женщин очень мало, какая-то барахолка, продают все, от телефонов до каких-то пультов, с той стороны продукты, я уже успешно добралась до Тирана, нашла даже, где здесь трансфер в аэропорт, если находясь на главной площади, пройти между мечетью и оперой, то тут будет такая широкая улица, вдоль которой стоят автобусы и маршрутки, есть специальный указатель и расписание, с 7 до 11, каждый час они ездят в аэропорт, а обратно с 8 до 12, сейчас как раз одна уехала, проверим, через час будет ли следующая, потому что у меня еще есть время в запасе, я решила на этой не уезжать, а немножко погулять, тут стоит та же маршрутка Луна, есть расписание, получается вот с этой стороны у нас Opera House, если стоять с ней спиной на площади, то нужно обойтись слева, или пройти между отелем International Tirana Hotel и Opera, повернуть направо и вот дойти сюда, но отмечено на карте, как шаттлбасс у Тирана, а тут если пройтись немножко вперед от этой станции автобусной, есть такой прикольный рынок, где можно всякие продукты купить, и очень много разных кафешек, где можно покушать, оливковое масло, мед, всякие рукодельные штуки, фрукты, овощи, сухофрукты, пока ходила по рынку, все рассматривала, во время не осталось только на клубнику, но зато она такая огромная, мне ее даже прям на рынке сразу, а такая вот мисочка за 1 доллар, все сочно, приехала даже на 15 минут раньше, поэтому я уже на пути в аэропорт, пока Тирана, а стоимость, кстати, 300 лек, если платить евро, то 3 евро с человека, в лек платить намного выгоднее получается, но если за 2, то будет 5 лек. Аэропорт маленький, но даже если у тебя только ручная кладь, и ты уже зачекинился онлайн, тебе все равно нужно выставить на стойке свою очередь, и дождаться, пока тебе дадут на руки, ну, именно бумажный билет. Очень странно, потому что стойка регистрации еще закрыта, вовнутрь пускают тоже не сразу, только за время определенное до вылета, и ты такой ходишь, или вот на улице люди стоят, ждут, или потом тут в поле уже ходишь, и не знаешь, куда сядеть. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok